Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем наш практический семинар, теперь он как вебинар, хотя именно вот семинар как практическая форма взаимодействия коллег, обучаемых друг с другом тоже неплохо. Тема нашего семинара, как вы видите, звучит несколько вызывающе, удобно, выгодно и правильно. Для кого удобно, для кого выгодно, для кого правильно, сегодня мы рассмотрим в части применения электронного обучения. Для начала я хочу отметить, что этот семинар организован компанией Библиоклуб, это издательство, у него есть много различных интересных направлений, одно из них это библиотека, электронная библиотека онлайн так и называется, электронная библиотечная система точнее. Она отличается тем, что ее электронные издания, публикации можно интегрировать в электронные курсы, это еще одно направление, так и называется, электронные курсы ЭБС. И я являюсь руководителем портала, вы видите логотип, одновременно я хочу с удовольствием поинформировать, что издательство Директ Медиа является партнером, профессиональной общественной организации, так и называется, профессионалы дистанционного обучения. И я являюсь одновременно первым вице-президентом этой общественной организации. Ну и кроме того я являюсь реальным преподавателем, преподаю в реальном университете, так и сочинский государственный университет, доцент, я много лет разрабатываю эти курсы, применяю их. И вот эти свои знания, наш опыт хочу вам сегодня передать, поделиться с вами. До начала нашей встречи я уже включал вам некоторые опросы, мы сейчас их будем видеть снова. Я хочу отметить, что мы будем рассматривать четыре основных вопроса. Это нагрузка для разработчика, насколько это важно, насколько это сложно, нагрузка интеллектуальная, временная, материальная тоже бывает составляющая. Вот эта вот нагрузка будет с нами рассматриваться, это затраты. Кроме того, мы будем с вами анализировать аспект удобства обучаемых, насколько это им полезно. Также рассмотрим мотивацию разработчиков, как самих преподавателей, так и внешних исполнителей. И еще один аспект, четвертый, это соответствие нормативно-правовым актам. Чтобы все то, что мы делаем, было положительно оценено, соответствовало. Тут есть определенные вопросы, мы их сегодня в комплексе попытаемся вместе рассмотреть. Кто у нас участники могут быть? Я сейчас снова включу опросы, мы посмотрим, кто у нас сегодня участники. Я заново запускаю этот опрос. Предлагаю вам сейчас ответить еще раз. Выбрать несколько вариантов. Руководитель, это может быть руководитель организации или структурного подразделения, компании. Специалист, это может быть и методист, и технический специалист, который может сам не преподает, но обеспечивает. Опытный пользователь, ну это хотя бы умеющий какие-то простейшие действия создавать. Форумы, чаты, файлы размещать. Начинающий понятно, а интересующийся это тот, который еще сам не осознал, не понял, но слышал, и вот просто интересуется. Как мы видим, по результатам опроса у нас присутствуют в основном опытные пользователи. На втором месте идут специалисты, это технические специалисты, программисты, повторяюсь. Ну, пока преобладают опытные пользователи. Я думаю, пока достаточно. Мы видим, что среди нас в основном опытные пользователи. 64 процента. Конечно, возможности, интересы и проблемные вопросы у каждого из этих участников будут свои. Объединить их сложно. Для начинающих одно важно, для опытных другой, для руководителей третий, для специалистов четвертое. Но все равно они являются участниками образовательного процесса. Кроме участников, которые мы видим здесь, но которых сейчас не с нами, можно отнести также и родителей, и работодателей, представителей, может быть, общественных организаций. Но сегодня вот четыре группы пользователей мы рассматриваем. Теперь я перехожу сразу в бой и показываю вам готовую картинку и сразу запущу. Оценку потенциала дистанционного обучения. И мы видим тут уже некие готовые проценты. Готовые. На самом деле, в теории вероятности, кто знает статистику, теорию вероятности, вероятность оценивается не в процентах, а в долях единицы. Но мы будем использовать вот эту некую условную оценку, насколько потенциал дистанционного обучения и направлений, из которых оно складывается, на сегодня реализовано на примере в основном Российской Федерации, хотя у нас могут участвовать и представители других стран. Ну, по крайней мере, среди русскоязычных стран, республик, государств, оценка примерно та же самая. Так вот, я сейчас сначала поясню, потом снова открою наш опрос. По мнениям экспертов, по мнению группы профессионалов дистанционного обучения, то, что я наблюдаю уже в течение более двух лет в социальной сети, в нашем сообществе, мы используем возможности для квалифицированного полноценного обучения, а точнее удовлетворения образовательных потребностей только лишь на 15% в целом. То есть мы наши возможности не используем до конца. Возможности и для обучения, и для обеспечения рынка труда и так далее. Из чего этот потенциал слагается? Он зависит от нормативно-правового обеспечения, нормативно-правовых актов, НПА. Да, последние годы, особенно последний, вот прошлый 2014 год, да и в этом году тоже, мы видим, что Министерство образования, регулятор и другие государственные организации создают условия для нормативно-правового обеспечения, чтобы выполнять свои функции в соответствии с какими-то правилами. Тем не менее, эти правила, эти нормы пока не отвечают нашим потребностям. Различные так называемые барьеры мешают, заставляют опасаться многих руководителей образовательных организаций активно использовать эти технологии. И вот усредненная такая оценка составляет всего лишь 30% готовности. Вот эти барьеры отпугивают многих руководителей от того, что в какой-то день не придет какая-то проверяющая структура, та же прокуратура, и не выставить претензии руководителя образовательной организации. Из чего можно, на что можно обратить внимание? Общесистемный уровень нормативно-правового обеспечения, наличие внятной стратегии развития в стране пока отсутствует. Добрый день, Марина Ефимовна. Мы рады вас слышать. Четкой такой стратегии о роли дистанционного обучения, о функциях его пока мы не имеем. Хотя постоянно об этом говорится, в том числе и президентом Российской Федерации о необходимости учета мнения работодателей, профессиональных сообществ. Пока мы видим серьезные трудности. И вот на общесистемном уровне отмечается около 70% потребностей обеспечивается. Соответственно, организация дистанционного обучения влияет, и, точнее, зависит от вот этих нормативно-правых актов и его особенностей. Отсутствие четких норм, четких хотя бы стандартов ориентировочных, и пока нет. Соответственно, это все влияет на организацию дистанционного обучения, точнее электронного обучения. В подразделениях возникают трудности. Ну и у преподавателя, соответственно, тоже нет ощущения стабильности, что он все делает правильно, что это будет правильно оценено, поддержано. Это вот первая группа параметров и потенциалов. Что касается методики, я не знаю, может Марина Ефимовна со мной не согласится, но мне кажется, она согласится, что в принципе общая теория обучения, не только дистанционного, но и в том числе у нас развита неплохо. Усилиями Российской Академии Наук, различных образовательных организаций, наших ученых, я не стесняюсь напомню, что у нас и школа Макаренко, и Годского, других известных ученых неплохо была развита еще с советских времен. Грубо говоря, ее можно оценить гораздо выше среднего, хотя и не идеально, где-то на 80%. Что касается специальной теории, это уже именно дистанционное обучение, обучение стабильности, не дистанционных образовательных технологий, то здесь мы видим серьезные трудности. Но с чем сравнивать? Я скажу из оценки сравнительно мировой. В мире проводится гораздо больше активности, исследований, конференций, в сфере дистанционного электронного обучения. Появилось такое понятие, как педагогический дизайн за рубежом. Вот я рад, что меня поддержит, Марина Ефимовна. Я еще раз говорю, у меня большое уважение к нашей педагогической науке и теории. Видно, насколько наши труды, наши отечественные ученые, стран бывшего СССР, они востребованы в мире. С удовольствием делятся опытом с нами и мы с ними. А специальная теория развита хуже. Переходя по потенциалу с точки зрения управления, мы видим вот эту очень высокую оценку, 35%. Я уже говорил про роль стратегического обеспечения в стране, о функциях, о системе поддержки со стороны государства и министерств. Оно оценивается недостаточно высоко. В организации, соответственно, идет понижение. То есть, все идет сверху вниз. Если структура стратегическая, система стратегических отношений, интересов, взаимоотношений не определена, то вот даже меня корректируют. Я слишком оптимистичную оценку дал. Марина Ефимовна считает, и я рад, что вы реагируете. И специальная теория, вот в частности, Бронис Бронневич, я недавно слушал вебинар с Мариной Ефимовной, он также отмечает, что на специальном уровне, на прикладном, очень много нерешенных вопросов. В том числе и по методике. Соответственно, в организации, я уже не буду говорить, идет ухудшение, руководителем, сложно управлять, не четко. И вот благодаря дистанционным образованию, налогием, результативность такой. Спасибо, что вы отключились. Хорошо работает. В подразделениях мы видим ухудшение. Соответственно, пока это дойдет до исполнителя, до автора, до учителя, до доцента, преподавателя, вот эта вся система условий, ему работать все сложнее. Это мы видим в деятельности наших коллег, в нашей группе. Александр Викторович, пока прошу отключиться, я вас отручу хорошо. Гораздо лучше, на мой взгляд, а точнее, я отражаю точку зрения, которую я наблюдаю в нашей большой социальной сети, в фейсбуке, гораздо лучше, дело обстоит с технологиями. Конечно, это перекос не хороший, что технологии как бы ушли вперед, а управление, стратегия отстали. Но, тем не менее, у нас в стране и в мире достаточно быстро развиваются эти технологии. Пожалуй, они подталкивают все остальные факторы успеха. Вот на общесистемном уровне технологии обеспечения, это коммуникация, интернет, серверы, мобильные устройства, что еще, вот Акулус, там трехмерная реальность устройства стали появляться. Они стремительно идут вперед и наша страна в целом в этом плане обеспечена неплохо, так же, как и целое мировое сообщество. Что касается специальных, специальных технологий, это попробуйте поменять, попробуйте поменять, я вот не стал сразу включать комментарии, чтобы коллег не отвлекать, попробуйте поменять расположение вот этих элементов, вручную, они двигаются все. Специальные технологии, я бы тут отметил, что это LMS, так называемый Learning Management System, или по-русски, система дистанционного обучения, мы знаем разные, среди отечественных можно выделить, например, гиперметод, она уже около 10 лет по-моему, на рынке работает, есть другие решения, были Прометей, сейчас появляются такие новинки, как Универсариум, Унивеб, ну и тот же Moodle, очень популярен в мире и в нашей стране, в странах СНД. Почему 70%? Потому что постоянно идут споры, что же лучше, что же хуже, и организации иногда натыкаются на грабли, ищут, что лучше, не всегда могут найти тот вариант специального решения для дистанционного обучения для себя, и вот эта оценка 70% потому вот и вырисовывается, что четкой такой вот понятности и ясности, что лучше не всегда организация имеет, это тоже влияет на качество, на успех очень часто. я буду включать ваши комментарии, извините, я настроил, чтобы сначала мне закончить доклад, а потом отвечать на ваши вопросы. 20 лет, видите, я столько лет не работал в дистанционном обучении, я сам около 10 лет этим занимаюсь, нет, уже 15, это с 2000 начал заниматься, если не считать еще примитивные технологии в 90-е годы. Что касается вспомогательных технологий, те, которые, например, по созданию учебного видео, по каким-то тем же презентациям, по что еще может быть вспомогательность, вот эти сторилайны, какие-то красивости, какие-то игротехники, здесь тоже неплохо развито, но 70% по нашим оценкам возникает от того, что очень часто мы сами не можем определиться, что лучше, что хуже, тратим на это время, экспериментируем, а вот именно профессиональные оценки, что лучше подойдет учителю для данного урока, или доценту для данного вида деятельности, не всегда мы четко знаем, и именно поэтому мы устраиваем обмен, анализ, независимый со стороны профессионалов. Теперь попробую еще раз запустить этот опрос под названием «Моя оценка потенциала». и попрошу вас проголосовать потенциала с точки зрения удовлетворения возможностей. И вы будете видеть в реальном времени насколько ваша оценка отличается от того, что я назвал. То есть в целом с учетом технологий, методики, стратегии и так далее посмотрим насколько оценка участников отличается от той, которую я дал. и вы видите в реальном времени движутся индикаторы и они отражают оценку потенциала дистанционного обучения в целом по среднему, высшему профессиональному образованию, дополнительному насколько мы этот потенциал с вами научились использовать. Я не беру отдельное заведение, а в целом по русскоязычным пользователям. Ну вот мы видим, что большинство оценивают ее в среднем где-то на 50%. Кто-то считает, что мы на 100% уже вышли, кто-то считает на 5%. Я например могу сказать мою точку зрения, хотя моя и так уже представлена на экране, мы где-то используем наши возможности к сожалению только на 12% в среднем. Я не говорю про отдельное заведение, не про отдельное преподавателя, а вот именно в целом по стране. Спасибо за ваше голосование, мы будем опираться на вот это мнение. Я еще подожду, еще не все проголосовали, проголосовал 11 человек, нас присутствует больше. Пока вот голосуем, еще раз отмечаем, что потенциал ДО это не только технология и не только методика, это еще много различных частных важных условий, важных направлений, которые влияют. Так, попробую идти дальше, вопрос пока не останавливаю, повисит. К факторам я тут использовал теорию капитала, я сам экономист, кто не в курсе, не только инженер и организатор, но у меня еще степень по экономике факторы. Я здесь их обозначил как земля, на самом деле это некое пространство образовательной организации, а также и сообщества, то на чем строится вся система отношений, производства какого-либо товара или услуги, она происходит здесь. И вот тут я отмечаю, что кроме образовательных организаций, контролирующих организаций, к факторам дистанционного обучения, по крайней мере с точки зрения мировой практики, надо относить также и роль профессионального сообщества. труд по Карбо Марксу является одним из факторов, кто у нас трудится. Понятно, это менеджеры, руководители, методисты, авторы, обучаемые. Мы все трудимся совместно и решаем одну совместную задачу. Третий фактор по Марксу, по экономике, классике, это капитал, это сами технологии, это издания, это не только бумажные издания, это электронные издания, потому что без них строить что-то с нуля, а даже гениальным автору невозможно, это учебники, учебники не просто какие-то там где-то взятые, а часто они должны быть с грифом, должны иметь определенный срок издания, я сразу делаю на этом упор, потому что от этого очень сильно будет зависеть качество обучения, это стандарт во всем мире, в том числе и в наших странах, и бюджеты, можно сказать и деньги, капитал, ну сюда можно было бы отнести и интеллектуальные ресурсы, тоже как ноу-хау различный, это тоже капитал, который будет влиять на результат, и неоэкономисты, новые экономисты, в теории производства, любого производства, в том числе и услуг, мы производим только духовную деятельность осуществляем, но и все-таки услуги тоже осуществляем, один из факторов все чаще относит информацию, и вот здесь она делится на закрытую и открытую, чем меньше мы знаем важной для нас информации, чем больше она закрыта в рамках какого-то заведения, тем факторы дистанционного обучения снижаются, и вот именно наше открытое стремление обмениваться, превращается в мощнейший фактор успеха, производства услуг, создания новых результатов, вот эти факторы мы выделяем, дальше мы их учтем, продолжая вот эту линию производства, я хочу еще раз напомнить классику, что результат зависит от общественной потребности, вот такой большой шар, условно говоря, социальных, общественных потребностей, которые удовлетворяются не всегда соответствующими возможностями, и мы всегда получаем результат, который соответствует нашим возможностям. Начиная от учителя, доцента, и заканчивая всей системой образования, в целом картинка будет та же самая. Если это одиночный результат одного человека, одного подразделения, одной кафедры, одного учебного заведения, его потенциал вот такой невысокий, то результат всегда будет невысоким. Вот почему мы оценивали потенциал дистанционного обучения не соответствующим потребностям, так как хотелось бы. Но если мы говорим, что это может быть совместный результат двух авторов, двух и более, нескольких капитал, нескольких учебных заведений, организаций, то в этом случае потенциал будет увеличиваться. вот эту мою мечту, когда мы сможем уходить от граблей, уходить от рутинной работы, сможем усиливать друг друга ценными элементами контента, каких-то задумок, технологий, мы будем получать результат больше. души. Вот это очень ценное качество, мы дальше его рассмотрим, когда мы усиливаем друг друга, возвращаясь к педагогике, именно об этом и мечтал Игорь Семенович, что социальный конструкционист, желание помочь, сконструировать совместный результат, это мощнейший рычаг для достижения цели. меня вот эта педагогика его, его философия и социология давно очаровала, я ее очень люблю, особенно когда убедился, что есть технология, которая реализует эту философию. И вот мы будем сейчас рассматривать практику, примеры, когда такое взаимодействие действительно буквально из воздуха создает новый потенциал и новый результат. Но с точки зрения опять же системного анализа не подумайте, что я читаю лекции, но тем не менее, говоря о любой какой-то сложной задачи, мы всегда отмечаем ее постановку. Что надо достичь, что надо иметь, чтобы получить какой-то результат. И в эту постановку задачи сразу делаю такой акцент. ЭБС это как пример в обычном существу постановки задачи успехи. Далее я тут немножко грубовато может навязываю свою точку зрения, но любой автор знает, что после того, как учебники есть, мы пишем рабочие программы дисциплин, и тут начинаются вопросы по структуре, по тематическому планированию, по нагрузкам по часов, по распределению часов, включая самостоятельную работу, и так далее, это превращается в итоге в некий набор контента, он может быть на 100%, если чисто исключительное дистанционное обучение, или поддержка, какие-то элементы контента, на какую-то часть обеспечит дистант, контрольно-измерительные приборы, и завершается постановка задачи структурно анализом результатов, вот теперь мы можем переходить дальше к самой постановке задачи, где-то выгода, где-то удобство, где-то правильность, о чем мы говорили вначале, постановка задачи обязательно должна быть, не важно мы математики, системщики, аналитики, гуманитарии, мы рассуждаем очень просто, результат это есть функция некого потенциала человека, организации, коллектива, сообщества и так далее потенциал это функция вот я повторюсь наличие учебника или ЭБС в нашем случае это наличие контента наличие добротных контрольно-измерительных материалов которые соответствуют требованиям это умение анализировать это тоже потенциал и наличие мотивации вот это все является составляющими потенциала ну с ЭБС я уже сказал это с учебником мы будем строить структуру рабочей программы соответственно курса контент многие уже знают это начиная с примитивного текста хотя не значит что он не нужен хороший текст всегда был нужен плюс видео некоторые авторы берут или текст или видео хотя мы уже соглашаемся должно быть и то и то слайды и так далее и так далее это все есть контент то что можно смотреть наблюдать тренироваться с тренажером ну точнее тренажер это уже пошло в кимы в тренажерах тоже мы получаем оценки различные виды деятельности кто не знает такое peer-to-peer это взаимное оценивание интересная технология когда студенты друг к другу выставляют по определенной системе по определенным критериям оценки обмениваются мнениями решают проекты не всегда анонимно это может быть по разному но это все относится к контрольно-измерительным но завершается постановка задачи тем что наша мотивация с вами как правило величина постоянная то есть наш уровень дохода наш премиальный фонд возможности организации поощрять как правило это малоизменяющаяся система то есть мотивация у нас определенного уровня как бы фиксируется учетом рейтингов преподавателей и так далее вы знаете за рейтинги доплачивают во многих вузах премии но мотивация изменяется мало то есть в этой постановке задачи мы можем видеть что может меняться другие факторы и мы желая повысить этот результат мы начинаем выходить на вопрос а что же нам надо повысить и вот теперь я бы хотел представить точку зрения автора Колокольникова Алла Ювадовна разработала свой курс сейчас я хочу открыть ее ролик показать вам ее ролик который она приготовила записала заранее сейчас я извините пока я его включу убираю этот опрос ролик сейчас я его минуточку могу сразу найти вот он у меня заготов и в этом ролике она изложит свою точку зрения по тому что является важной точкой зрения оценки результата что же надо максимизировать пока я его готовлю давайте этот опрос на всякий случай открою еще раз что же является оценкой результата нашей с вами работы прошу ответить и оценкой и р и Продолжение следует... Колокольникова Ивановна готова выступить, причем выступить в записи. Обратим внимание, что у нее технические возможности прямого выступления ограничены. Но она заранее приготовилась. Сейчас я включу, что она нам расскажет. Мы видим, что по мнению большинства присутствующих, на первом месте стоит удовлетворенность студентов результатами обучения. В нашем случае с применением дистанционных образовательных технологий. Этот опрос останавливается. Продолжение следует... У меня включался интернет, он буквально на доле секунды, я вернулся. Дистанционные образовательные технологии помогают студентам учиться в удобное для них время. Студенты получают доступ к изданиям как научно-технической библиотеки... Коллеги, если слышите, напишите плюс. Если слышите, сообщите. Это у меня пропадает интернет в Сочи. Я нахожусь в Сочи. Запись не слышно сейчас, да? Я включу снова, если вы услышите... В курсе, так и электронно-библиотечной системы, университетская библиотека онлайн. Структурированность материала на дистанционных курсах и прозрачность контроля процесса обучения позволяют каждому сформировать свою траекторию прохождения курса. Важная мотивация преподавателей – интерес студентов к их дисциплине. В работе с системой Moodle преподавателям помогают примеры открытых курсов, информация образовательного портала университетской библиотеки онлайн, информация общественной организации профессионалов институционного обучения. С появлением опыта работы в системе Moodle со временем у каждого снижаются затраты на создание курса. Но в целом они достаточно... Я снова включаю свой микрофон, вижу, что... Это я остановил. Его можно настроить под конкретного пользователя. Видимо, еще в трансляции видео в реальном времени все так хорошо. Такие руководители... Я проверял, было нормально. Попробую еще раз включить. Для нового курса затраты получаются... Если вы разбираете ее... С трудоемкостью дисциплины указывают на них право в сан программе. Но в целом они... Достаточно времени на доработку. Для оценки затрат времени предлагают калькулятор труда затрат. Его можно настроить под конкретного пользователя и использовать как преподавателем, создателем курсов, так и руководителем. Для нового курса затраты получаются сравнимыми с трудоемкостью дисциплины, указанной при ее рабочей программе. Затраты времени на доработку курса для будущего использования могут быть значительно меньше. Большую помощь создатели электронных курсов получают от преподавателя практика в области электронного обучения Юлия Николаевича Белоношкина. Хочу показать свои курсы, в которых я старалась учесть методы и технологии сотрудничества и взаимодействия в онлайн-обучении, объясняемые для нас Белоношкиным и Юлием Николаевичем. Материалы дистанционных курсов используются. Во-первых, размещенные на сервере курса файлы различных форматов, от PDF для текстов до SWM для мультимедийных видеоуроков. Во-вторых, подготовленные следствиями системы ВУДУ, лекции, тесты, иные ресурсы и элементы. В-третьих, ссылки на разделы в посуде в электронной библиотечной системе Университетской библиотеки онлайн. Интересным для изучения учебного материала оказался элемент глоссария, об использовании которого для деятельностной работы студентов узнала из учебного видео Юлия Николаевича Белоношкина. Для контроля результатов используются задания в виде файлов. Замечено, что проверку файлов лучше проводить и совместно со студентами в рамках текущего контроля и успеваемости. После завершения курса было проведено анкетирование 27 студентов. Анкета КОЛИС помогает оценить качество интерактивной среды обучения. Результаты анкетирования свидетельствуют. О поддержке студентов-преподавателям в онлайн-обучении. Об изучении материалов, которые пригодятся в профессиональной практике. О том, что студенты с пониманием относятся к получению знаний. Изучение студентами новых инстанционных курсов не вызывает у них вопросов по структуре материала и средствам контроля его усвоения. Для мониторингов посещения и подробностей работы студентов с материалами курса удобно использовать блок статистика. В каждом последующем курсе возникает желание добавлять больше мультимедийных материалов, а также средств интерактивного контроля знаний. Таким образом, в преподавании происходит переход от объяснения материала, помощи и консультирования студентов в процессе изучения дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, возможно, качество записи в Мерополисе сегодня было не самым лучшим, хотя это был YouTube и эти ссылки все у нас заранее подготовлены в YouTube, в общем доступе. И все файлы вы можете скачать. Надеюсь, что вам удалось что-то разобрать в этой презентации. Я рад, что вы спрашиваете, как проводится проверка файлов работы со студентами. Я уже поминал такой вид деятельности, как peer-to-peer или анонимное рецензирование, или гласное рецензирование. Это очень мощные виды учебной активности, их очень много на самом деле. Но давайте обратим внимание на другое, что результатом, вот я сейчас презентацию показываю, того, что говорила Алла Ивановна, она подготовила некий калькулятор в Excel по всем видам деятельности, исходя из опыта своего и других коллег, в том числе и в моем онлайн курсе. Определила средние нормативы потребностям на тот или иной вид деятельности. И вышла в итоге на трудозатраты. Это очень важно. И трудозатраты, по ее оценкам, достаточно высокие. Мы очень часто слышим хвалебные речи, что и так можно, и сяк можно, и это хорошо, и то хорошо. Но это все превращается в серьезные трудозатраты. И вот заслуга Алла Ивановна в том, что она предлагает свой взгляд, свое видение, что это не просто, это дорогая сложная работа, дорогая по времени, по интеллектуальным ресурсам. В то же время Алла Ивановна отмечает, что в дальнейшем или в будущем трудозатраты резко падают. Я вот здесь с вами с ней соглашаюсь. Я сейчас не буду показывать мой курс. То, что тогда-то я сделал по предмету статистика. Или рынок цены бумаг. Теория меняется не так уж часто. Оно очень легко потом в следующем семестре используется как готовый. Там почти ничего делать не надо. Это очень полезно. Это экономит колоссальное количество времени. Ты уже идешь по накатанной, уже с новой группой. Это сокращает время. Вот это главное, пожалуй, то, что сначала тяжело, если отсесть все лишнее, сконцентрироваться на то, что нужно по рабочей программе, по структуре, по учебнику где-то. Вот все выстроить хорошо, то оно потом окупается. Вот ее идея. Вот калькулятор. Это файлик она предоставляет. Да, действительно, вот я отмечаю, что по трудозатратам почти не с кем-то и связываться. Многие говорят, как хорошо, как здорово. Но не все делятся, насколько это трудозатратно. Я могу от себя добавить, что процент преподавателей, я про вузы говорю, я с многими вузами общался по этому поводу, которые готовы работать, их не так уж и много. Где-то 10-15% они могут, способны, они мотивированы из своих внутренних убеждений. Они работают, но их немного. Дальше возникают сложности с мотивацией, с поощрением, с проблемами управления, о которых мы говорили. И вот здесь, как раз, наверное, это одна из первых работ по оценке трудозатрат на примере. Хотя есть и другие платформы, тот же Гиперметр. Это дорогая часть. Построить курс, вот это дорого. А выгода, по мнению Аллы Ивановны, по моему мнению, в том, что преподаватель потом получает для себя облегчение. Вот это первые два вывода. Вот она благодарит меня, что она моя ученица. Училась у меня. Многое узнала от меня нового. Хотя это все не я придумал, а просто лишь анализирую. Как-то преподношу более компактно, более наглядно, с помощью видео. Вот ее курс. Вы можете посмотреть, насколько у нее сложный. По каждой теме, по каждому занятию она наполняет, все это выкладывает. Причем она ролики, как я, не создает. Потому что и так тяжело. Создавать еще скринкасты, записывать видео, это не каждый выдержит. Это очень высокие затраты времени. Вот я уже прощелкиваю все эти показатели, все ее результаты, вот ее графики. Что касается графика, если кто-то видел мою публикацию под названием «Идеальный электронный курс», то у меня были лучшие графики. Если у меня где-то вот такой уровень был у студентов, сейчас нарисую. Вот у меня графики результативности были вот где-то на 30-40% меньше у моих студентов. У нее похуже. Вот иногда, иногда выше среднего, иногда ниже среднего. Синий цвет, предпочтения их были ниже, оказалось лучше. Это у нее плюс. Получилось то, то, что фактически результаты не всегда совпадают с предпочтениями студентов. Но я хочу за Аллу Ивановну нести оправдание. Она взяла анкету, вот эту колес, предпочтения и ожидания. По ней три докторские, кстати, было написано за рубежом. С низким качеством перевода. Вот тут коллеги был у нее риск, он сработал с минусом. Студенты не понимали до конца на что отвечают. Но на самом деле, если ее правильно перевести на русский, там какая-то логика нарушенного переводчика, она дает колоссальную обратную связь, причем вот и релевантность, и рефлексивное мышление, поддержка, связь с сокурсниками, интерпретация. Очень хорошая анкета, которая как раз и выводит нас на результат того, чем мы занимаемся. Теперь я буду отвечать про ролики, выложенные в интернете, могут ли упрекнуть. Кто видел мои ролики в Ютьюбе, или ролики коллег с лицензией, стандартной лицензией Ютьюб, то там проблем нет. Мы же не присваиваем ее себе, я уже отвечаю на партические вопросы, мы ее применяем, не нарушая авторских прав и не извлекая из этого никакой коммерческой выгоды. И это использовать надо. Другое дело, что они не всегда подходят, вот почему я делаю связку с ЭБС. Мы взяли базовый учебник, разработали программу, тематический план, потом начинаем искать ролик, а он не всегда подходит по смыслу, он напоминает чем-то. Вот почему я, например, сторонник создания авторских роликов, чтобы была логическая связь. Вот это я спрашиваю, вот это они могут прочитать, вот это они могут увидеть, должна быть четкая логика. Я редко нахожу в интернете какие-то полезные примеры учебного видео по моим дисциплинам. Сильно отличается содержание того же Хана, если взять тяжело вот ту же теорию вероятности или мат статистики связать с моим тематическим планом, который я утвердил на кафедре, который соответствует всем требованиям. У чужие ролики они по смыслу, а с точки зрения по авторству их вы можете применять совершенно спокойно, если эта лицензия открытая, стандартная. Поступил еще вопрос Аллы Ивановны удовлетворенность, как она рассчитывалась. Вот мы видим Александр вот эти графики. Причем обратите внимание на очень важный методический момент Аллы Ивановны. Она послушала мой совет. Вот эту удовлетворенность считать только после того, как предмет будет сдан. То есть студент не зависит от преподавателя. Если он будет осознавать психологически, что из-за его мнения он может пострадать, то тут будет связь нарушена. Вот это все студенты, которые у Аллы Ивановны сдали ее дисциплину и уже от нее не зависят. это был вопрос удовлетворенности. Она сложная. Мы видим вот эти показатели. Интерактивность, поддержка преподавателя, поддержка сокурсников очень важно, интерпретация смысла в это обучение. И вот мы видим уже более детальные виды графиков. теперь вопрос я уже начинаю отвечать. Понравился от Аллы Ивановна вам сообщает примерно то же самое. И еще вопрос. Очень своевременно Алла Ивановна пишет свой в чате ответ. Вот эта совместная работа студентов с домашними заданиями, с файлами действительно сокращает трудозатраты преподавателя в несколько раз. Это уже многократно замечено. И то же самое и на Курсере и других примеров массовых онлайн курсов. Обучаемые помогают друг другу, вспоминаем Выгодского педагогика социального конструкционизма, друг другу хвалят, дают комментарии, в Муду они еще за это получают баллы от преподавателя, а иногда и друг от друга. И появляется колоссальная выгода для преподавателя экономит свои силы на проверке этих файлов или эссе и так далее. Файлы могут быть и графические, не только текстовые. Это могут быть и фильмы, записанные в виде отчета. Например, фильм с отчетом, как он сделал сервировку стола в ресторане. Если он занимается предметом, нужно снять на видео его работу. Или какую-то графическую работу нужно снять на видео и выставить на оценку преподавателя. И вот то, что Алла Ивановна сообщает нам в чате, действительно колоссальная экономия времени. Когда студенты начинают, ученики или слушатели начинают помогать, подсказывать. Это вот как раз элемент выгоды. В косвенной форме экономия времени. Не буду сейчас детализировать все эти графики. очень интересны. Подробнее прочитать о работе я сейчас не буду тратить время. По-моему, эти все файлики доступны. Могу сказать еще уже у нас время подходит к обсуждению. Что Алла Ивановна занимается изданием собственных учебных пособий, учебников и также применяет их не только в учебном процессе, но и реализует через лицензионный договор Кузбасский государственный технический университет. Она работает доцентом кафедры информатики. Она еще занимается не только электронным обучением, а изданием учебников. Дальше я это все пропускаю. Видите, какие интересные тут ответы про здравый смысл. Вот она показывает гораздо больше 44 слайда, как устроен ее предмет. Вот она завершает и одновременно с этим показывает, что она член нашего профессионального сообщества официальный участник вместо аватарчика использует вот этот бетчик, который получил от нашего сообщества. Да, действительно есть на LMS Библиоклуб возвращаясь к тому представлению, которое я начинал. Здесь на LMS Библиоклуб представлен, как я обещал, анонсирую свой курс. Курсы повышения квалификации. Вот мы здесь видим, надеюсь и слышите, как это сделано. Здравствуйте, дорогие друзья. Наш курс будет принципиально отличаться от массы других похожих и предназначен для самого широкого у нас есть на сайте и бесплатный онлайн курс. Кроме того, Алла Ивановна поделилась своим намерением, которое я поддерживаю. Она готовит свой собственный онлайн курс, как раз по этим моментам. Возможно, мы с ней будем объединять наши силы. Как видите, я активно использую учебное видео, кстати, сделанное на коленке без всяких дополнительных финансирований, без каких-то затрат от моей организации, которые очень нравятся моим студентам, которые я использую многократно и экономлю потом свои силы в будущем. Это тот результат, о котором мы говорим. О выгоде. Она не всегда связана с монетами, она иногда связана со временем, которое тоже что-то стоит. Ссылочки на наши курсы мы можем дать, где эти курсы находятся есть, но возвращаясь к вопросу Александра где подробнее, мы приглашаем вас на сайт университетской библиотеки онлайн, где есть сообщества, плюс приглашаем в нашу группу в фейсбуке и в наше сообщество, где мы постоянно обсуждаем эти вопросы и переходя к выгодам, которые мы получаем, мы получаем новые с вами знания, новые возможности и новинка заключается пожалуй нашего вебинара, нашего семинара фактически в том, что мы начинаем находить запись будет к нам пришла коллега из Украины Мария Дольмин запись будет обязательно так вот мы получаем много результов в том, что наши разрозненные силы потенциал вот этих вот людей их не так уж много в вузах но их много по стране мы начинаем друг друга усиливать в методическом плане, в технологическом, в информационном помните по капиталу информация это тоже фактор производства где что находится иногда эта информация дороже денег мы получаем новый результат может не совсем из воздуха но дополнительно друг от друга мы начинаем черпать результат на уровне студентов мы получаем результат когда они обмениваются вот этими мнениями оценками обсуждая друг друга работы друг друга это тоже потенциал это тоже результат который имеет для нас особую ценность ну и что касается моего курса по LMS Moodle это уже информация это анонс это совместно с партнером организации профессионала дистанционного обучения Московский институт технологический институт мы приготовили вот такой курс в котором реализуется очень уникальная технология редкая на мой взгляд конструкция конструкционистская социальный конструкционизм я хочу вот его вам показать в чем смысл в чем идея построения вот этого нового знания участников много полезного в нем может найти преподаватель руководитель подразделения вуза учитель сотрудник компании который развивает или начинает думать о применении электронного обучения но для какого уровня подготовки этот курс предназначен и каким образом можно в одном курсе охватить широкий спектр условий успешного применения дистанционных образовательных технологий дело в том что этот курс основан на изучении опыта других коллег в том числе зарубежных опыта практического применения электронного обучения в различных учебных заведениях в нем отражены закономерности условия успеха учтены одни и те же ошибки которые мы иногда называем граблями так вот основная закономерность при применении электронного обучения сегодня заключается в нахождении баланса между затратами ресурсов особенно времени и оценки результатов которые также не всегда выражаются в денежной форме в явном виде и вот поиск этого баланса между возможностями и потребностями наблюдается повсеместно от дошкольных учреждений до крупных корпораций как в работе методиста или преподавателя руководителя организации предприятия и мы этот баланс будем находить его наличие приводит более полному использованию интеллектуального и технологического потенциала организаций предприятий сотрудников которые ведут обучение подготовку кадров и вот благодаря дистанционным образовательным технологиям результативность такой деятельности удается увеличить в среднем по разным оценкам на 10 12 и более процентов мы все чаще обращаем внимание на эти преимущества которые дает электронное обучение в мире и мы хотим все чаще эти преимущества реализовать в своей деятельности еще одной особенностью этого курса является научение находить баланс пониманий различных аспектов электронного обучения различными участниками в процессе обучения при всем многообразии решений при осознании невозможности знать и владеть абсолютно всем что сегодня есть в электронном обучении на практике очень важно принимать обоснованные решения с пониманием смысла или хотя бы минимального представления о том или ином аспекте электронного обучения важно еще уметь анализировать различную противоречивую информацию иметь понятие о нормативно правовых условиях как внешних так и внутренних понимать разницу в методических подходах и очень важно получать практики организации и управления электронным обучением так вот содержание этого курса рассматривает самые разнообразные аспекты электронного обучения от нормативно правовых до прикладных предназначены как для начинающих так уже и опытных однако глубина и характер освоения тех или иных компетенций в нашем курсе могут и я уверен должны сильно отличаться по объему освоения это вполне соответствует подходу распределения труда в то же время опять же исходя я вам много лет изложить основную мысль обязательно должен владеть всеми аспектами электронного обучения хотя бы на минимальном уровне но по некоторым направленности должен владеть более глубоко надеюсь что все понимают что мы делаем абсолютно правильно мы не нарушаем никаких правильных норм никаких законов не нарушаем действуем законно лекально и наша главная цель как показал наш опрос сейчас я его открою еще раз это на самом деле вот я открываю для нас самое важное это наши обучаемые чтобы им было хорошо чтобы им было полезно я надеюсь что вы также с этим соглашаетесь вот хотя видим мотивация разработки тоже важна это серьезный фактор мы думаем про это как повысить мотивацию в том числе и моральную мотивацию стараемся выявлять лучших авторов приветствовать их в нашем сообществе чтобы начальство больше оценило удобство для обучаемых пока отстает разработка мотивация разработки действительно дорогая сложная вещь и она должна присутствовать об этом мы еще с вами будем говорить не буду дальше продолжать ролик который покажем рекламный дал ссылок кого-то заинтересует подходите обучение очень недорогое 7900 рублей с человека на моем онлайн курсе но у него есть одна хитрость которую я сейчас договорю там гибкая траектория обучения и каждый получает то знание ту компетенцию которая его больше интересует но при этом соседние компетенции которые в программе изложен он тоже изучает но уже на минимальном уровне изучает но не по максимуму вот такой интересный курс каждый занимается по личной траектории по индивидуальному графику получает все необходимые материалы консультации приглашаю туда записываться кроме курса повышения установленного образца документа вы там получите еще и сертификат ЮНЕСКО каждый официально бумажную получит правда для этого надо оформить все документы копии диплома договор подписать так как нас проверяют очень строго пожалуйста имейте это ввиду теперь я хотел бы послушать ваши вопросы возможно вы не увидели выгоды или посчитали то что цель нашего практического занятия не достигнута и если кто-то хочет выступить вы пожалуйста можете сейчас поднять руку я дам вам слово и высказаться по мнению насколько цель ваши ожидания были достигнуты я не стал приводить примеры других авторов других моих учеников или слушателей курсов но примерно складывается одна и та же общая картина заключения нашей встречи мы работаем в сложных условиях мы можем усиливать наш потенциал за счет друг друга обмена информацией обмена научными практическими результатами и можем помогать друг другу в решении той или иной задачи вот я скоро сделаю анонс когда на основе моих видео лекций другой автор по моему же предмету добавляет свои вставочки получается два автора выступают в ролике это очень интересно если будет еще третий по одному и тому же предмету несколько авторов никаких прав при этом никаких нарушений не возникает мы можем наименно это право пожалуйста задавайте ваши вопросы я готов на них ответить если кто-то хочет возразить провести решение дискуссии пожалуйста я благодарю Аллу Иванову за ее работу надеюсь чему вы научили у ваших учеников например у Колокольцевой чему вы научились у ваш Александр я не понял логику вашего вопроса чему вы научились у ваших учеников например а чему я у нее научился я скажу если я правильно понял вопрос у нее как у математика и информатика очень строгая логическая последовательность и умение доводить каждое занятие каждый вопрос на пусть минимальном уровне но в полном составе методически информационно и так далее мне например сложнее сделать идеальный курс я должен сезон несколько месяцев сидеть чтобы это сделать тяжело чтобы видео были и тесты у меня еще есть предмет интересный кто экономикой особенно интересуется там там и различные виды деятельности но его нужно очень долго делать вот у Колокольцевой например вот это хорошо так чтобы я чему-то новому научился вряд ли меня знаете что поражает в моих учениках у моих слушателей это открытость желание трудиться желание находить желание черпать и они меня заражают своим энтузиазмом желанием что-то улучшить может быть это не учеба это скорее всего обмен настроением отношением к нашему общему делу в основном много это я получаю из каких-то более таких первоисточников это разработчиков каких-то публикаций не да Вячеслав не нужно распыляться выбирать прорывные и нужно обсуждать вот здесь вот здесь действительно я бы сказал здесь восточную мудрость что мудрость заключается в том чтобы отсекать от себя лишнее вот мы я смотрю на наших коллег мы за все хватаемся хотим все сразу ухватить и не можем остановиться на чем-то главном вот этом пожалуй главная мудрость и главная наша сила в нашем взаимодействии очень хороший вопрос задает Ирина как соотносится традиционный расчет учебной нагрузки при использовании ДО вот тут у Аллы Ивановны прозвучало не очень четко вы можете потом продолжить рассмотрение ее калькулятора нагрузки для дистанционного обучения она вышла на показатель что ее трудозатраты полностью вписываются в нормативы учебной нагрузки предусмотренные для ее должности доцента кафедры такие нормативы существуют вот она отсекла от себя все то что ей помешало сосредоточилась на определенных позициях она отработала полностью курс дает тяжело но она вот это сочетание нашла и вышла на оптимум она нигде ничего больше не берет кроме того инструментария который она избрала начиная от выбора учебника и заканчивая анонимным точнее взаимного лицензирования как рассчитывали стоимость своего курса я не знаю кому это вопрос я свой курс не продаю вот Алла Ивановна например она реализует учебные пособия что касается реализации электронных курсов у нас компания председательство директ медиа она предлагает эту услугу любому автору то есть онлайн курса или интересной презентации или видеоролика или комплекта медиа выставлять подписывать лицензионное соглашение и выставлять на свободную продажу или аренду без исключения авторских прав то есть компания их не забирает она только осуществляет рекламу ведет учет использования там еще частоты использования считается это можно отдельно задать вопрос просто вот она этим занимается я свои курсы не продаю я их выставляю как могу популяризирую среди студентов им нравится пока мне этого достаточно может быть Алла Ивановна и поможет мне с этим вопросом если она тут в ВУЗе в ВУЗах вот Алла Ивановна поделилась им платят в виде надбавок в виде за за выполнение различных видов работ в том числе вот этих им платят размер этих надбавок я сейчас не буду озвучивать я скорее всего не знаю но знаю что в ВУЗах существует при определенном сочетании трудозатрат возникает мотивация рациональный трудозатрат возникает мотивация у преподавателя мои ученики такие умные у нас все умные просто знания разные мы знаем многое но знаем разное а ум это от Бога от родителей от я не могу привести других примеров таких как она например православный святотихинский университет там замечательные слушатели активные они не менее умные просто знают пока еще меньше они творят в своих онлайн курсах чудеса по социальной работе разрабатывают онлайн курсы по гуманитарным дисциплинам просто они творят они зажигаются друг от друга и ума у них не меньше чем у любого другого как заполняет не понял что Вячеслав как быть с текучкой она обеспечит безопасность организации с текучкой кадров Вячеслав спрашивает ну с точки зрения онлайн курса автор который разработал он является автором это его интеллектуальная собственность если он пожелает потом использовать модифицировать создать новый онлайн курс для него это нет сложности я не совсем понял не творческая работа с текучкой а вы имеете ввиду работу с различными планами с различными отчетами ну это уже не онлайн не онлайн курсы не дистанционная ну наверное те которые занимаются дистанционными технологиями успевают очень текучка он на зарплате в ВУЗе автор автор издания который написал свое свой труд он может опубликовать его там где считает нужным кстати он может его организовывать с участием своей организации вот например коллективы из ВУЗов пишут издания издают и реализуют их на свободном рынке без всяких проблем я скажу проблема чаще всего в другом что нечего издавать что даже если есть условия авторы не выводят на рынок потому что он не всегда далеко не всегда является рыночным я рад за ваши вопросы если есть еще пишите наше время запланированное позволяет пообщаться но я свою программу выполнил я показал вам практику ее можно конечно говорить много в том селе и о технологиях как это все работает но это не это было целью мы увидели что это студентам нравится им это интересно что преподавателю это выгодно при определенном сочетании организации деятельности и пожалуй вы увидели то что мы предлагаем наши услуги как реализовывать однозначную идентификацию слушателя особенно в дистанционном курсе с выдачей документа государственного образца вот как раз в моем курсе который я вам сейчас анонсировал не до конца но думаю захватили у меня построена работа с личностью индивидуально по индивидуальной траектории он не только заполняет анкету он еще со мной общается я вижу его слышу его не круглые сутки конечно периодически но я вижу что это действительно он что он преподает этот предмет он у него такие то такие то слабые места в его подготовке в технической или методической как они меняются и он каждую работу свою защищает квалификационной работой точнее он открывает свой онлайн курс или проработку с точки зрения организации или с точки зрения технологии он индивидуально представляет свои компетенции их рост или прирост это ответ не государственного а установленного образца сколько откуда у вас только физически александр а это вы кто я спортом занимаюсь на даче стяпкой копаю физических сил у меня достаточно хотя я уже дважды пенсионер в двух силовых структурах заработал а понял понял у меня дети уже подросли внуки все нормально обеспечены у меня достаточно времени ну и технологии владею я могу на даче где угодно в маршрутке впервые всем этим заниматься хочу поблагодарить за участие профессора доктора Андреева кто к нам подошел задал такой необычный вопрос по моей энергетике моя энергетика это мои слушатели мои коллеги моя семья моя работа это все моя энергетика ну и сам Сочи я и в Москве успеваю работать дистанционно и в Сочи нахожусь у нас тепло снега нет курорт наверное это тоже энергетика пальмы цветы какие еще будут вопросы коллеги мне нравятся просто спрашиваете просто я не планировал на большую продолжительность и вот как обещал 50 минут я их выполнил потому что понимая что у всех времени гораздо больше есть ли у вас какие-то замечания или предложения может быть интересует конкретно какая-то тематика вы можете здесь написать сообщить мы готовим следующие вебинары вот с коллегами в том числе профессором Андреевым готовим целую тематику целый спектр таких новых вебинаров не все они будут открытыми мы уже думаем что это серьезная колоссальная работа по подготовке интересного материала и нам тоже иногда нужна мотивация и гарантия качества это труд часть будем проводить традиционно и в открытом доступе для каких-то более общих задач есть рекомендации от Вячеслава связывайтесь пожалуйста у меня есть проблемы у меня не артистичный голос у меня не идеальная компьютерная графика но я делаю все так как позволяют мои возможности мои ресурсы технические все делаю с помощью простых устройств простой микрофон простая камера простой ноутбук простой интернет все по чуть-чуть но оно все работает в каком курсе вы учите самостоятельно записывать видеоролики у меня есть давно сделан бесплатный открытый курс попробую сейчас дать ссылочку именно посвященный обучению преподавателей созданию видеороликов видеофильмов один из этих фильмов так и называется как создать учебное видео за 3 минуты я считаю что каждый преподаватель может это делать или каждое учебное заведение я столкнулся с парадоксальной ситуацией когда в организациях имеются все возможности для подразделения по созданию видео но оно не работает в силу разных причин это сложно и иной раз гораздо проще создать вот так вот на коленке никуда никого не отвлекать сейчас попробую найти эту ссылочку да курс так и называется практические основы создания видео лекций для студентов ход гостевой сделал я его года 3 назад что-то там устарело вы можете выбрать для себя то что вам нужно вот этот курс учебное видео в основном я делаю все сам без этой помощи и монтаж мне это нравится кроме степени по экономике у меня еще инженерное образование возглавлял компьютерные подразделения мне повезло больше наверное инженерные вопросы для меня легко решаются спасибо всем дорогие коллеги я еще какое-то время не буду отключаться вы можете задавать следующие свои вопросы если есть какие-то локальные а так объявляю цель достигнута давно я не проводил вебинары думаю пора начинать пробовать заниматься вот в таком открытом доступе приглашаю вас на мои встречи в дальнейшем еще раз желаю всем вам всего доброго до свидания это вполне соответствует подходу распределения труда в любом деле а в то же время опять же исходя из многолетнего опыта каждый участник обязательно должен владеть всеми аспектами электронного обучения хотя бы на минимальном уровне но по некоторым направлениям должен владеть более глубоко исходя из своих личных потребностей поставленных задач уверен будет интересным то что в ходе обучения все слушатели могут не просто осваивать те или иные компетенции которые им требуются больше всего но и смогут наблюдать за тем как идет более углубленное освоение другими слушателями других компетенций например те слушатели которых интересует больше экономика электронного обучения могут ограничиться минимальными компетенциями по нормативно-правовым техническим или другим вопросам аналогично те кто желает углубить свои компетенции по практической разработке онлайн курсов и методике их применения обязательно будут ознакомлены с другими вопросами но с разной глубиной освоения то есть в нашем курсе применяется гибкая траектория обучения для совершенно разных слушателей основным требованием успешности прохождения курса будет являться углубленное освоение не менее двух модулей при условии минимального освоения остальных приглашаю наш курс без отрыва от производства но с реальной возможностью знакомства с интересными участниками с процессом построения и практического применения мастер-курса в реальном учебном процессе с реальными студентами где я выступаю в роли реального преподавателя в реальном вузе в этом мастер-курсе каждый слушатель может изучить практику функционирования информационной электронной среды которая включает в себя интеграцию с реальной электронной библиотечной системой электронным портфолио достижения системой анализа успеваемости прогресса успеваемости с применением больно-рейтинговой системы контроля успеваемости с реализацией компетентностной модели и ознакомиться с другими решениями по разным предметам для себя также этот курс представляет собой полезный обмен опытом и дает отличный шанс для самореализации реализации возможностей организации и предприятия и в качестве основной технологической платформы в нашем курсе будет использоваться всемирно известная платформа Moodle занимающая первое место в мире в номинации решения для электронного обучения это по оценкам международных экспертов в то же время мы не исключаем возможность применения других технологических платформ которые существуют в нашей стране и в мире до встречи в нашем онлайн курсе в нашем е в в в Продолжение следует...